Кунсткамера В 1911 году в этот день родилась болгарская ясновидящая Ванга. Девочка была настолько слабенькой, что родители два месяца не давали ей имени. Думали, что девочка не выживет. Но она не только выжила, она стала одной из самых известных личностей 20 века. Провидица Ванга начала проявлять свои необычные способности после того, как ослепла в детском возрасте. Ну а позже о ее таланте узнал весь мир. Приезжать к ней стали толпы людей. Все ее предсказания рано или поздно сбылись. Она четко предсказала гражданскую войну на рубеже 20 века, дефолт Соединенных Штатов Америки, а также большой прорыв в научной сфере и освоении космоса. Она знала о терактах 11 сентября в Америке, об аварии на Чернобыльской АЭС и даже о смерти Сталина. В 2008 году в доме Ванги в Петриче был открыт посвященный ей музей. В этот день 62 года могло исполниться Вере Глаголевой, советской и российской актрисе театра и кино, режиссеру, народной артистке России. Она стала известна в начале 1980-х годов. Всего она снялась более чем в 50 фильмах. Лучшими ролями актрисы считаются Нона из фильма «Не стреляйте в белых лебедей», «Мама из бедной Саши», майор Ольга Кочкина из сериала «Моросейка-12». В 1996 году Вере Глаголевой было присвоено звание заслуженной артистки России. А в 2011 – народной артистки России. Помимо работы в кино, руководила мастерской театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания Останкина. Ее не стало 16 августа 2017 года. А на Южном Урале в этот день произошло следующее. В 1925 году на 14-й партийной конференции было принято решение о строительстве металлургического завода на Урале у горы Магнитной. В 1929 году был основан магнитострой. Серьезный импульс строительства дала железнодорожная ветка, которая была построена от станции «Карталы».